Валентина Сергеевна, замдекана юрфака Московского госуниверситета просвещения. Приехала в Одинцово, чтобы встретиться со старшеклассниками лицея имени Пушкина. Идея родилась в Движении первых. Молодой ученый с удовольствием поддержал. Движение первых открывает для нас огромные возможности. Мы, молодые ученые, приезжаем в школы и приезжаем со своими квизами и мастер-классами, которые придумали сами наши студенты из уст в уста. Юриспруденция меняет мышление. Даже детские сказки звучат по-другому, если дать им правовую оценку. Валентина вместо скучной лекции постаралась слегка приоткрыть подросткам изнанку этой профессии. Все понимают, что медицинский факультет, факультет педагогики – это история про люди делают новых людей. Но юристы, в чем здесь интерес? Юристы создают правила, по которым играют все остальные. На встречу пришла восьмиклассница Настя. Своё будущее она не связывает с юриспруденцией, но с любопытством послушала настоящего ученого. Мне интересно получить новые знания для себя. И просто интересно здесь посидеть. Это как увеличивает мой кругозор. Руководство лицея тоже благожелательно отнеслось к идее такой встречи. Ребятам надо получать не только знания, но и опыт общения с новыми людьми. Это момент общения наших детей с представителями разных профессий, с профессионалами своего дела, людьми, у которых всегда есть чему научиться. Поэтому мы всегда очень положительно, как родительская общественность, так и сами обучающиеся нашего лицея очень положительно относятся к таким моментам. Самый важный выбор юности – куда двигаться после школы. И лицей старается помочь воспитанникам как можно раньше сделать правильный выбор. Встреча с учеными – только часть программы профориентации. В конце этого месяца группа учеников нашей школы отправится на предприятие «Дорхан». Это крупное предприятие Московской области, которое специализируется на производстве дверей. Акция в гостях у ученых прошла в шести школах Одинцова. Это одно из многочисленных мероприятий, реализуемых движением первых. Следующее крупное событие – Большая Зорница, которая будет организована на базе 14-й гимназии. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.